В матче первого круга первенства в Луховицах Квант потерпел досадное поражение 0-1 и потому в домашней встрече жаждал реванша. В двух предыдущих играх без забитых в ворота соперника шести мячей Обнинский клуб с поля не уходил. Субботний поединок удовольствия болельщиков не стал исключением. Уже на пятой минуте Никита Емельянова открывает счет. На десятой Артем Мохота удваивает преимущество хозяев поля. Затем Владимир Тараканов записывает в свой послужной список еще один гол 3-0. Гости, видимо, вспомнили о том, что приехали в Обнинск непросто, так один мяч сумели отквитать. Итог первой половины подвел Анатолий Семкин 4-1. В начале второго подмосковным футболистам удалось прорвать защитные порядки Кванта и сократить разрыв 4-2. Хозяев поля оставшихся в десятером за фолл последней надежды был удален Павел Писаренко. Такое развитие событий не устроило и последовал затяжной штурм, итогом которого стали еще три гола в ворота соперников. К сожалению, в одном из игровых эпизодов получил травму полузащитник Артем Мохота. Подводя итог встречи, председатель Федерации футбола Обнинска особо отметил потерю двух игроков основного состава накануне важной встречи с подмосковной Истрой. Результат, конечно, положительный, но с таким очень горьким привкусом, потому что у нас следующая игра будет с лидером зоны, причем там, где нам очки просто необходимо, нельзя терять, и команда там идет на первое-второе место делит. И мы теряем двух лидеров в абсолютно глупой ситуации. При счете 4-1 наш основной защитник получает красную карточку, и капитан команды тоже Артем Мохота. То, что у него с коленом, будем сейчас разбираться, поедем в больницу, но я думаю, что он уже выбыл однозначно на 2-3 недели. Как сообщили в руководстве клуба, к счастью для Артема, травма оказалась не столь серьезной, и, скорее всего, Мохота выйдет на поле в заключительном туре. На вопрос о переносе игр на выходные дни председатель Федерации посетовал на позицию руководителей подмосковного футбола. Для нас, конечно, это большая проблема, потому что очень многие люди не могут прийти на футбол, потому что весной и летом он начинается в 6, в сентябре он уже начинается в 5, и в октябре в 3 часа. И когда в рабочий день, в 3 часа или в 5 часов игра, понятно, что приходят в основном болельщики, это вот друзья, родители, пожилые люди много приходят. А так все люди работают, и у них, конечно, нет возможности. И к нам обращались с этим вопросом, и мы в Мособласть, но пока не получается. Лев Березнер также пообещал, что работа в этом направлении будет вестись совместно с другими клубами лиги. В субботу 1 ноября «Квант» проведет игру, от результата которой будет зависеть итоговое место в турнирной таблице. Как завершится эта встреча, мы сообщим в одном из выпусков новостей. Николай Хнычков, Алексей Гавшин, телекомпания «Обнинск ТВ». Николай Хнычков, телекомпания «Обнинск ТВ»